Прямо вот в стиле времени, вот эта вот помойная буква Z нарисована на решетке. Сразу все понятно. Засраный автобус весь гнилой, катафалк, буква Z на решетке. Вот оно в будущей России. Знак кирпич не влезай, убьет. Нештатный сход боеприпаса в Белгороде с самолета Су-34 стал причиной взрыва, изрядных разрушений, паники в приграничном областном центре. Эпизод вскрыл огромный пласт проблем. Имеет место Аховское головотяпство, присущее запасному составу Второй армии мира. Почему после страшной трагедии в Йейске бомбардировщики летают над городской застройкой? Такое ощущение, будто местное население уже списали и не делают разницы между ними и условным врагом. Белгородцы на своей шкуре испытали, каким образом освобождается население Украины и проклинают всю вертикаль кремлевских дегенератов, принесших войну внутрь страны. А ведь не ровен час, все приграничье превратят в ландшафт ладыныры. Мы сидим с семьей в подвале, потому что нас дома обстреливают. Алло, мам, мы в подвале сидим. Мам, ты не переживай, у нас никто ничего не предпринимает. Вскрылась и российская машина пропаганды. Вовсю звучали избитые темники об атаке ВСУ. Признание бомбардировки Белгорода самими ВКС наводит на мысль, сколько десятков подобных нештатных и ненамеренных случаев уже было в течение войны. Сколько убийственных успехов, в кавычках, Росармии были приписаны врагу. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет. И никогда не буду. Господь вычистит всю эту дрянь и мерзость, низость и жестокость, вычистит. Но нам нужно победить. Победить любой ценой, чтобы выжить, чтобы сохраниться. Пора серьезно задуматься. Дальше будет еще хуже. У РФ остается ядерный арсенал, который может также, непредвиденно, дать о себе знать возле какого-либо российского города-миллионника. Тогда думать будет слишком поздно. Но ведь мы и правда не такие. Это война такая. По-хорошему, великий тувинский Батыр Шойгу после ЧП должен позорно уйти со своего поста, а командование ВКС быть разогнано к чертовой матери. Но, конечно же, этого не будет. У стратегов всех времен и народов на скамейке запасных нет никого. Таких людей уже нет. Вообще. Здесь вообще никого нет. Неровен час подумают, что цели СВО провалены. А Пригожин был прав, когда предлагал закогтиться на отжатом. А значит и сам Путин трепло огородное и жалкое ничтожество. Жалкое ничтожное личное. Нет, команда поражения будет и дальше уродовать страну и жизни миллионов россиян. А те, кто против, просто не мужики. Развал ВКС наложился на начало большой чистки на флоте. Все верно. Оказывается, разложение в буквальном смысле коснулось не только армейских частей, но и морской компоненты. Просто после гибели флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» эту тему загнали под ковер. Спасибо, Владимир Владимирович. Сейчас Путин решил подкрепить разбитые армейские кулаки флотскими ластами. Но они, оказывается, склеились. С 14 по 20 апреля проводилась внезапная проверка на Тихоокеанском флоте. Официально она подтвердила высокую готовность к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В значах развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. Однако, как говорится, есть нюансы. Сейчас поговорим поподробнее. Несмотря на бравурные реляции Шойгу в дни проверки, в отставку был отправлен командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Он 12 лет руководил самым молодым флотом России. После смещения адмирала, его для проформы назначили на должность главы штаба по Центрам военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Одной из причин удаления Авакянца стало ужасное состояние веренного ему флота. Провалены учения по блокировке высадки десанта вероятного противника на Курилах и Сахалине. Собственно, для этой цели весь Тихоокеанский флот и создавался. Обратите внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах. Обращает внимание также тот момент, что из-за провала в зоне СВО пока не пострадал ни один генерал, вроде неудачника Суровикина. А тут целого адмирала сожрали. Значит, было нечто весьма серьезное. Так надо! Интересная деталь. Устранение Авакянца прошло на фоне сообщений о списании на металл флагмана Северного флота тяжелого ракетного атомохода Петр Великий. Конечно, мощно. Просто мощно. Это гордость всего флота. Самый крупный неавианосный боевой корабль в мире. Нам есть чем гордиться. Но денег на его модернизацию нет. А потому корабль идет на распил. Устранение Авакянца и демонтаж Петра Великого подчеркивают неспособность РФ ходить в далекие морские походы, а также наличие огромных дыр в обороне морской акватории РФ. По слухам, Авакянц, помимо прочего, лично послал Шойгу с его просьбами отправлять морпехов подыхать на Донбассе. Это тяжелые бои. На Тихоокеанском флоте назревал большой бунт. Теперь усмирять и выпихивать на войну в Украину морячков с Дальнего Востока будет балтиец адмирал Лиин. Мастер своего дела. Профессионал. И так будет продолжаться, пока Шойгу окончательно не уйдет на дно. Знать бы, где это дно. Смотрите, у нас же в принципе в стране управляет команда, которая не менялась в целом 20 лет. Местами дольше, местами чуть меньше. За это время они провалили все. Они допустили вступление в НАТО всех, это про Мит говорит. Они провалили подготовку к войне. Ну, в общем, много чего. Они устроили сирийскую авантюру, совершенно нам не нужно. И они все продолжают управлять. Никого из них не спросили. Кто-то там ушел, кто-то... Но в целом команда все на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok